Посягнуть на образ жизни, это посягнуть на твою жизнь. Сейчас то, что мы видим, это трансформация войны. НАТО укрепляет свой восточный фланг, тоже не случайно. Если вам выставляют такие ультиматумы, так и капитулянские условия, то, понятно, никто на это не пойдет. Россия хотела бы выйти из войны, потому что они понимают, что не проиграли. И понимают, что могут проиграть больше. Политика онлайн в эфире. Здравствуйте, я Инга Мизерия и Вадим Карасев присоединяется к нашей дискуссии в будущем. Здравствуйте, Вадим Юрьевич. Да, здравствуйте. Как обычно, рада вас видеть. Надеюсь, все-таки, мечтаю и жду, пока мы с вами переедем в нашу привычную студию для этих эфиров. Пока приближаем это как можем. Вадим Юрьевич, давайте начнем с публикации. На этой неделе обсуждалась публикация Тимофея Сергейцева. Тимофея Сергейцева, который написал статью о том, что делать с Украиной. Ее публиковали РИА Новости. Просто это человек, который работал в Украине достаточно длительное время и консультировал наших политиков. Януковича, Януковича, Яценюка и Леонида Кучму. То есть такой политтехнолог. И, в общем-то, можно ли считать, что уничтожение полностью всего украинского, стирание Украины с лица земли, это сейчас единственное, что интересует руководство Российской Федерации? Ну, вот вы сказали, что он же в Украине работал, так? Вот с конца 90-х годов до 2010-го года. И, кстати говоря, это же один из авторов рекламы Яценюка, милитари, когда Яценюк был в такой камуфляжной форме, вот на всех билбордах. Ну, хорошо помню, как фронт-змин, да. Вот отсюда, кстати, и милитаристское название было фронт-змин. Хотя тогда никаких условий или предусловий для фронтов и для, тем более, военных действий не было. Но вот это то, что вторичность, кстати говоря, нашей политики, в чем проявлялась очень долгое время, зависимость, ментальная зависимость от российских политиков и политтехнологов. Сколько их тут было? Табунами, табунами, понимаете, табунами тут. Дмитрий Киселев, вспомнил, который работал на этих... Да, сколько их тут было. И где они сидели? Сидели на банковой, понимаете? Вот-вот-вот отсюда. Знаете, вот наша реальная зависимость, когда мы разгласили в 91-м году независимость, вот-вот она, вот была такой. Знаете, вот это. То, что статья там, ну, понятно, что это как бы украиножерство, так, там, фактическое украиножерство. Но она же публикована на сайте, если я не ошибаюсь, Государственного информационного агентства. Да, Реа Новости. Да, Реа Новости, да. Да, да. Вот, ну, это, не знаю, в планах это есть, там, как бы, но, наверное, в самом начале, вот, так называемой спецоперации, вот, подобного рода планы, идеи, они были. Они были, но этим идеям, этим планам не суждено было сбыться. Они не сбылись, они были сорваны и не сбудутся. Также понятно, что не сбудутся. Так, это, конечно, только подтверждает то, что мы говорили с самого начала, и вот на Политеке, и на других ресурсах. Я говорил, что эта война стала для украинцев народной войной, отечественной войной, против уничтожения Украины и украинцев, всего украинского. Эта война бы изначально была против нашего образа жизни, и там же все в этой статье есть, фактически, против наших ценностей украинских, против наших политических институтов, государственных конституционных институтов. Понимаете, там, по-моему, даже и само слово «Украина», так, даже в плане, ну, в этой статье, что нужно было даже отказаться от слова «Украина», чтобы его даже не было. Так что, вот это и, скажем, планы сорвали, потому что они приехали нас уничтожить, а мы себя защищаем. Они вторгли, чтобы нас уничтожить, а мы себя защитили. Мы защитили не только свою землю, территорию, мы защитили государство, мы сохранили его, между прочим. Пока мало кто понимает, то, что война ушла из Киева или из-под Киева, это значит, что все, они поняли, что столицу им никогда не взять, что власти им не поменять. Если будем менять власть, то будем мы, украинцы, это менять в ходе конституционных, там, очередных выборов. Так, в силу наших демократических традиций, устойчивости политических и демократических институтов, традиций смены власти, между прочим. У нас шесть президентов были, да, разные они были, президенты, но шесть президентов было, понимаете. А во многих постсоветских государствах это, ну, скажем, клуб несменяемых президентов, я бы так сказал. Реакционный клуб несменяемых президентов. Так вот, это вот, это только подтверждает то, что изначально, вот, расчет был на то, что, значит, украинцы, скажем, не будут защищать свой образ жизни, свою землю, свою территорию. Что войска зайдут, обойдут там города, в городах местная власть присягу на верность Москве. А вы посмотрите, ни одна местная власть не прогнулась, особенно больших городов. Вот я помню, недавно же были выборы в Харькове, так, и сколько там было критики в адрес Терехова. Там меня критиковали за то, что я там где-то сказал, ну, скажем так, слова в поддержку Терехова. Зная многих из нынешних Харьков власти давно еще по тем годам, когда я работал и жил в Харькове. Вот, а сейчас мне не стыдно за этот выбор, мне не стыдно за выбор Харьковчан, мне не стыдно за поддержку Терехова. Сражаются до конца. А расчет был на то, что сразу сдадутся. Вот, или посмотрите на другие города, которые продолжают оборону держать. Вот, и как сработало наше местное самоуправление. Это тоже говорит о том, что, знаете, для многих, непонятно, наверное, для России, что такое магдебургское право. Что такое местная власть. И что такое наша власть. Мы можем к этой власти ругать ее в мирное время, критиковать ее в мирное время. Ну, как и положено. Есть власть, есть оппозиция, есть критика власти, потому что это наша власть. Знаете, мы можем ее избирать, но можем, и имеем право ее критиковать. Имеем право ее избрать, но имеем право ее и критиковать. А это непонятно многим. Поэтому и пишут вот такие планы. Ну, в общем, понимаете, помимо того, что, ну, это статья такая, украиня-ненавистническая, так, по отношению к Украине. Она еще, ну, по сути, не верна по концептуальной сути своей. Почему? Потому что думали, что украинцы, что у них, они слабы духом или как? А что, а значит, украину не знают. Если бы знали Украину, то не писали бы статьи, а бы изучили украинский дух сопротивления, так, и 300 лет назад, и 200 лет назад, и 80 лет назад. Так, и традиции УПА, и традиции казацтва украинского, так, и Запорожской сечи. Вот, этот дух воли, дух свободы, дух ненависти к захватчикам, которые посягают на твою жизнь, на твой образ жизни. Знаете, на жизнь и на образ жизни, это, ну, посягнуть на образ жизни, это посягнуть на твою жизнь, потому что это твоя жизнь. Образ твоей жизни, не физической жизни, вот как биологической жизни, так, точнее, а социальной жизни. Вот, ну, поэтому все, поэтому все, пусть эти планы выбросят там, или что там, размышления выбросят в мусорную корзину, и ничего им не удалось, и не получилось, и не получится. И война, и война за независимость Украины, и за освобождение, она будет продолжаться. Еще один гигант мысли высказался, Дмитрий Медведев сказал о том, что, значит, будем строить открытую Евразию от Владивостока до Лиссабона. Это что, угроза такая? Господи, еще Лиссабон, они, я думаю, что после Украины они уже никуда не двинутся, в сторону, это не получится, это все. Поэтому, ну, это все, знаете, такие, даже, вот, что это, или, ну, какая там ментальная ущербность, или какой-то ментальные перверсии такие, или, ну, непонимание того, что происходит вообще-то в мире, что происходит в Украине. Понимаете? И второе, не все решают танки, и самолеты, и ракеты. Моральный дух, моральная сила, мотивированность, мотивированность воина и обычного гражданина, тогда, когда он знает, что его дело правое, с такой понятия справедливой войны. Вот для них она несправедлива. Разве солдаты и некоторые офицеры не понимают это? А для нас эта война справедлива. Мы защищаем свою территорию. Мы же не на их территории, не на нашей территории. Мы защищаем себя. Поэтому для нас эта война справедлива. А стало быть, это придает моральную силу, придает уверенность в правоте своего дела. Уверенность в победе – это очень важный момент. Когда ты за справедливое дело, и когда ты знаешь, что мы, вы, я, все на правильной стороне истории, на правильной стороне истории, что мы на стороне сил добра, сил свободы, независимости, значит, это придает уверенность в победе. И даже если у вас есть проблемы с самолетами, с вооружениями, когда у нас небо не закрыто и так далее. Но правота в своем деле, она всегда способствует тому, что если дело правое, то мы победим. Вадим Ильич, вы знаете, в 2014 году, когда подбили Боинг, у меня было ощущение, что вот все может поменяться, что вот это вот на Запад не проглотит, вот сейчас же они начнут действовать. И в результате, как вы видели, это все проглотили. Сейчас Буча. Сейчас вот Буча, да, но то, что мы называем Бучей, на самом деле, да, это уже все везде по Киевской области. Это Ирпень, и Гастомель, сейчас мы узнаем про Бородянку. И я думаю, вот каждое село, куда будут заходить украинские полиции, криминалисты, мы будем узнавать еще более худшую ситуацию. Но назовем пока это просто Буча. Вот это Буча, это то, что Европа и Америка уже никогда не проглотят. Это есть какая-то поворотная точка или нет? Ну, в какой-то степени поворотной точкой может стать. Ну, кстати, по MH17 там тоже, ну, не совсем так, потому что именно после трагедии с MH, с Боингом, ну, пошли серьезные санкции, прежде всего финансовые и экономические санкции. По Крыму были персональные санкции. А после самолета уже началось санкционное давление. Это, кстати, тогда во многом остановило планы Путина, что могли зайти и Новороссию тогда еще пытаться сделать. Так что все-таки это сыграло, хотя, конечно же, не до конца. Сейчас, после Бучи, это может быть поворотный момент. И мне кажется, что сейчас поддержка Запада будет усилена в Украине. Да, это не будет прямая война, они будут избегать прямого столкновения НАТО и России. Но, мне кажется, вот сейчас то, что мы видим, это трансформация войны будет. Во-первых, в чем эта трансформация? Ну, во-первых, она ушла из Киева, уходит так, хотя вот и тревога только что была воздушная. Но, тем не менее, Киев оживает, начинает работать и сфера общественного питания, и кафе, и рестораны, и открываются магазины, и машин больше, конечно, людей больше. Люди начинают постепенно возвращаться. Понимая, что все, Киев не взяли в самые такие тяжелые дни. Так, это, наверное, было где-то примерно начало марта, когда тут возле Гастомеля стояли чеченские, кадыровские, так, кадыровцы стояли. Есть чеченцы или чкирийцы, которые воюют на стороне Украины. Это тоже не надо. И в Мариуполе такие есть, защищают до конца Мариуполя. И в Украине матальон имени шейха Мансура. Это тоже надо все-таки подчеркнуть. Да, значит, то тем более сейчас нет, нет сил, и поняли, что тут проиграли. Власть не сменили, не поменяли, Януковича не завезли, никакого режима коллаборационистского не поставили, а более того, объединили украинцев и киевлян вокруг нашего военно-политического командования, вокруг президента, команды. Так что власть сегодня консолидирована, поскольку она вместе с народом, и народ вместе с властью. Это очень важный момент, кстати говоря. Это тоже преимущество демократии, потому что для многих часто вот это войны элит. Для нас нет, это не война элит, когда можно там на переговоры пойти, там о чем-то договориться и так далее. Это народная война, поэтому и то, что сегодня вот это единство власти и народа, это факт, условие, которое и дает нам возможность говорить о, хотя и не близкой, но победе. Не близкой, но победе. Вторая трансформация войны заключается в том, что она все-таки, очевидно, будет не такой короткой, как это оказалось вот после стамбульских переговоров и стамбульского договора. Который, ну не договора, а вот макета или там драфта или черновика договора. После Бучи, конечно, это невозможно. И если мы не забыли, то даже вот после стамбульских встреч, даже не исключали встречи Путина и Зеленского в том же Стамбуре. Сейчас вот и президент Зеленский говорил, об этом речи не идет. И, наверное, попрощаться можно с такой перспективой, с такой встречи. Это два. Третье. Вот я вижу, как меняется позиция Запада по отношению к Украине. Вот она и начала еще до Бучи меняться. А вот после Бучи это стало, наверное, уже действительно поворотным понтом. Раньше задача наших западных друзей состояла в том, чтобы не допустить военное поражение наше. Да, при всем, скажем, нашем героизме из ССУ, сопротивлении из ССУ, сопротивлении людей, мэров городов востока и юга Украины. Тем не менее, ну, Запад нам помогал, помогает и будет помогать. Но задача была вот следующая. Это не допустить военное поражение. Нет, поражения нет. Сейчас задача даже становится более серьезной для Запада, прежде всего. Это не допустить военной победы России. И способствовать военному поражению России. Вот сейчас я вижу, как усиливается санкционное давление. Будет усиливаться. А главное вот что. Это сейчас поворотный пункт будет заключаться в том, что мы получим более серьезную военную помощь. Моральная поддержка – это хорошо. Осуждение за Бучу за военные преступления – это правильно. Даже вот только что увидел информацию, и премьер-министр Израиля, и министром страны дела судили. Так, за Бучу. И наши дипломаты там поработали. И работают дальше в этом направлении. Но сейчас фактически Запад, наши западные партнеры по НАТО, ну, в контакт с страной НАТО, наши западные партнеры, так скажу, они переходят к поставкам на Украине тяжелого вооружения. Это уже не переносные ПЗРК, лав британские, хотя эффективные очень, или там стингеры американские, и там каски, бронежилеты, боеприпасы и так далее. А это уже посерьезнее, посущественнее. Ну, насколько я знаю, уже британцы нам предоставляют противокорабельные ракеты. Это очень важно, потому что вот удары ракетами по Западной Украине, так, Львов, Тернополь последние, Ивано-Франковск, Винница, ну, не Западная Украина, сюда вот Казятин, Шепетовка, это все с акватории Черного моря корабли. Так, вот фрегат вчера, по-моему, ночью, так, ударил по некоторым. А почему? Потому что у нас не было противокорабельных ракет. Теперь они появятся. Теперь они появятся, и можно лупить будет по тем кораблям Черноморского флота России, которые из Черного моря шлет сюда, на территорию Украины, на наши города и на наши, на наших людей, скажем так, на наши города и на наши поселки, на стычки своей ракеты. Дальше танки, БТР и Чехия дает Т-72. Ну, это советское вооружение, понятно, потому что не надо переучивать солдат, механиков на натовские, скажем так, танки, на натовскую технику. Вот это все идет. Это сейчас уже грузится на эшелоны. Значит, мы получим, потому что действительно у нас, ну, война скоро два месяца. Ну, полтора уже точно есть, и это же сколько техники уничтожено, так. Россия подтягивает свою технику, но у нас же нет своих военных заводов, и мы не готовились к войне, так, по крайней мере, к такой войне. Россия готовилась. Значит, нам надо это все восполнить с помощью наших западных партнеров. Они в свое время, ну, в свою очередь, там, Чехии, Словакии, Болгарии, Польши, они будут получать уже американское вооружение. Кстати говоря, тоже то, что НАТО укрепляет свой восточный фланг, тоже не случайно. Все может быть, поэтому укрепляется. Ну, был американский войск до конца 21-го года. Было 20 тысяч, уже 100 тысяч. И будут укрепляться, скажем так, создаются новые базы военные на ротационной основе, правда, пока в той же Польше, в Болгарии, в Румынии. Так что это тоже, ну, такой, как бы, военный тыл для нас, так. В случае чего, в этой или иной военная техника или военное снарожение может быть переброшено на помощь украинской армии. Но в связи с этим тоже надо обратить внимание, что эти шалоны будут по железной дороге, так, идти. И сюда к нам перемещаться. Это значит, что могут лупить по железной дороге русская авиация и так далее, ракеты. А это, значит, поставит вопрос. Это уже вооружение, которое западно поставляет. Если он будет бомбиться либо ракетами, либо бомбами с воздуха российскими ВКС, как там называется, военно-космические силы, по-моему, да, перевод. Вот, то значит, тогда станет вопрос, а может, небо надо закрыть? Уже тогда и бесполетная зона как-то уже станет вопрос в практической площади. Не просто в таких, ну, в плане возможностей, а в плане реализации возможностей. Ну, так что теперь это все превращается в более длительный процесс. Есть возможность сегодня остановить на востоке, на юге Украины российские войска. А где-то их выбивать, мы знаем, что под Херсоном там освобождаются города. Кстати говоря, то, что Мариуполь держится, это тоже очень важно. Там сковывают силы противника, врага, так, вокруг Мариуполя. Вот, и с другой стороны, это дает возможность нам перегруппировать войска, укрепить их, укрепить позиции, оснащить новыми вооружениями, новыми боеприпасами, провести ротацию. Так что, вот, героическое сопротивление войск, ВСО, Нацгвардии в Мариуполе, оно имеет свой, такой смысл, не только, вот, героическое сопротивление, но и выигрывание времени для того, что мы укрепили. Получили подкрепление, провели перегруппировку, дали отдохнуть одним солдатам, воинам, и там, получить пополнение. Ну, и, конечно же, ситуация будет и дальше для России усугубляться экономическим давлением, потому что, все-таки, пока еще на полное эмбарго на энергоресурсы России пока нет. Решения немцы пока, ну, не могут себе такое позволить. Но заблокирован уже, вот, как раз, после Бучи заблокирован на автотранспортировке, так, автотранзит через Польшу и Прибалтики, форум, который идут с России на Белоруссию и дальше в Европу. А это тоже существенно, логистика меняется. Это значит, будут повышаться цены на потребительские продукты. Это же само потребление идет из Европы в Россию. И это через некоторое время, ну, станет понятно, что продуктов меньше, цены выше, покупательная способность российского населения падает, будет падать. Будут усиливаться социальные недовольства, политические недовольства дальше. Противоречия в Велитах, а это мы видим, что там есть своя, скажем так, партия, которая вот хотела бы, ну, миром закончить так, и даже, ну, и постепенно уступки. Есть те, кто выступают против этого. А это разброд и шатание дальше. Мы видим, как российские олигархи сегодня выезжают, выезжают из страны, везут с собой состояние, вот Михаил Прохоров, Норникель, так, бывший, вот он израильское гражданство получает или уже получил. Это 11 миллиардов долларов своего состояния, так, вывозят. Дальше. Сегодня в Белграде и в Стамбуле очень много русского, ну, российского среднего класса выезжают в Стамбул и в Белград. Айтишные компании переводят все свои офисы в Белград. Ну, Европа, пока Белград такой перевалочный пункт, и там уже, вот по сообщениям многих, скажем так, корреспондентов и прессы, ну, очень много можно встретить известных в России людей, из сферы медиа, IT-сектора и так далее. Да, вот генеральный директор Яндекса вот тоже написала письмо и эмигрировала в Израиль. Но в Израиле Пугачевой, Галкин тоже это известно уже. Так что валят оттуда, знаете, лучше, ну, скажем так, интеллектуальный капитал, люди с репутацией, с брендами, с креативными мозгами, они оттуда уезжают. Это, конечно, тоже обескровливает, ну, Россию. Ну, и, конечно же, удары еще будут носиться, вот как только Германия. От угля уже отказались, практически так, от российского. Но осталось только нефть и газ. И когда это произойдет, понятно, что экономическая ситуация в России будет намного не до ведения, скажем так, полномасштабной войны. Хотя, вот по западным данным, Россия в этом году за счет экспорта энергоносителей может получить 321 миллиард долларов. Это на войну с нами. В том числе и на войну с нами. Ну, в общем, ситуация затягивается, перспективы мира пока не просматриваются. Значит, трансформируемся в режим такой долгой войны. Сдавать никто ничего не собирается, тем более, что почему перспективы мира. Но если вам выставляют такие ультиматумы, так и капитулянские условия, то, понятно, никто на это не пойдет, народы этого не примет. Поэтому ничего не остается, как и дальше. Сопротивляться, держать оборону, готовить силы, накапливать силы на большое масштабное контрнаступление. Ну, а еще хорошая новость в том, что все-таки Киев начинает жить мирной жизнью. Киевская область, ну, Черниговская область, конечно, освобождение, Сумская область. Сил нет. Не было сил для того, что, ну, оккупационные войскам для того, чтобы удерживать эти территории, ну, скажем так, с враждебным отношением местного населения к непрошенным гостям. Вадим Юрьевич, смотрите, вот вы сказали по поводу того, что разные настроения там в окружении Путина. Сейчас же много об этом пишут, да, что там есть определенная, так называемая, партия мира, которая хочет побыстрее это закончить. И такие люди, как Кадыров, которые представители, опять же, там, так называемой партии войны. И что вот последние заявления Пескова о том, что это именно Путин сказал, точнее, дал приказ отходить от Киева, в некотором смысле обозначили определенную позицию. Вот здесь, что может произойти в России в верхушке? Могут ли вот эти вот разброты, шатания как-то покачнуть Путина? Или наоборот, он заинтересован в том, чтобы элита не могла сплотиться? Ну, понятно, он заинтересован в том, чтобы она не могла сплотиться, так, это раз. Во-вторых, пока, пока у него, ну, как бы победы, по крайней мере, пропагандистская машина так, так, это показывает, значит, 80% поддержки. Но чем дальше будет затягиваться война, чем она будет трансформироваться в такую долгую войну, тем меньше побед будет и больше поражений. Больше смертей и двухсотых. Я не хочу говорить там двухсотых, скажу так. Чем больше будет поражений, тем больше будет недовольства властью, которая обещала победу над Украиной. А некоторые мы с чего начинали? Обещали нам что? Стереть с лица Украину, с земли Украину? Стереть. А она вот живет и побеждает. Тем больше будут разочарований. Знаете, это хуже всего, когда вот такая возгонка популярности, а потом разочарованных. Вот. Потому что будут разочаровываться. А жизнь будет ухудшаться. Поэтому тогда и начнется все. Массовые брожения внутри, среди обычных. Масс с простыми. И в элитах. А что делать? А вы думаете, чего Дмитрий... Да, Дмитрий Медведев сегодня такой активный. Он себя предлагает уже, как в качестве возможного сменщика, на всякий случай. Мало что может быть. Почему он такой активный сейчас? Тем более, он же был президентом. Вот якобы либерал, но ястреб. Он же-то вроде бы как считался либералом. Но ястребиные эти заявления делают для того, чтобы вот эта партия войны поставила на него. А вот, ну, видите, война имеет свою логику тоже. Да, вначале, либо надо близких, либо можно завершить мирным договором, но потом начинается логика войны. Что такое логика войны? Это логика... Для одних это логика побед. Для других это логика поражения. По-любому, это увеличение количества смертей. Дальше. Вот. По мере освобождения территории будут обнаруживаться факты издевательств, зверств и варварства над мирным населением. Актов военных преступлений, даже геноцида. Это уже будут международные институции, группы экспертов, прокуроры международные будут уже так квалифицировать. Преступления против человечности, военные преступления, геноцида там и так далее. Тем более, что с самого дня, с первого дня войны офис генпрокурора документирует все известные преступления. Они документируются прокурорами. Так что ждут только, вот когда, ну, наступят уже, скажем так, более спокойные времена, и для того, чтобы это все перевести в процессуальный, такой, открытый процессуальный, в открытую такую процессуальность. И вот эта логика войны, она, чем дальше война затягивается, тем труднее сделать, ну, скажем так, труднее, вот, пойти на какое-то соглашение. Смерти людей, смерти близких. Эмоциональный шок для многих. Так, потому что вот после бочи. Ну, не укладывается в голове. Ну, как после этого? Вот, значит, логика войны, вот она и дальше будет сейчас доминировать. Ну, по крайней мере, посмотрим, вот намечается там через неделю, я думаю, неделя, где-то, большая битва на востоке и юге Украины. Это очень важный момент, надо выдержать это все. Так, вот, это тоже. Вот, но пока, конечно же, вот в России все-таки это при ихней такой политической системе, которая завязана на одного человека, любые брожения, дворцовые, там, противоречия, трения и так далее, они начинают создавать вибрации в политической системе. И это, конечно же, политическая система начинает трещать. Она начинает постепенно, постепенно складываться, разваливаться потихоньку. Знаете, это очень тоже важный момент. Потому что, если у нас политическая система, государство строится снизу вверх, через общество, выборы, реакцию эмоциональную многих людей, так, местное самоуправление, там, партии, ну, сейчас меньше партий, сейчас это, конечно, главное, это вот люди, которые живут вот в этой всей, скажем, войне, то у них это все наоборот, сверху. И как только верхний, скажем, слой начинает вибрировать, а многие начинают мигрировать из представителей элиты, вот тогда политическая система начинает шататься, проседать, потому что у нее нету прочного фундамента поддержки народа. Рейтинг – это одно. А массовая поддержка людей – это немножко другое. Это когда общество активное, когда оно есть субъектным. Вот у нас общество субъектно. Это доказано было и доказало. Вот у них общество не субъектно, у них власть субъектна. И вот как только власть начинает вибрировать, трещать, вот и начинается распады. Так же было, ну, в 17-м году так было. Вот, и нужно другие примеры привести. Так что сейчас перевод в долгую, в долгую такую историю. Так, но это не значит, что активная горячая фаза вот может быть там тоже долгая. Просто имею в виду, что будут горячие фазы чередоваться с какими-то паузами оперативными, затишами оперативными и так далее. Но я имею в виду, что вряд ли это закончится в ближайшее время мирным договором. Перспективы которого до Бучи были более просматриваемы, нежели сегодня. А вот что касается вообще переговоров, вот заметьте, у нас сейчас есть консолидация и оппозиционных политических сил. Вокруг президента. Ну, во всяком случае, они делают вид, что консолидируется. Но вот сейчас, когда возник вопрос по поводу того, а что делать с Крымом и с Донбассом, то начинаются вот эти вот брожения и вот эти вот разговоры по поводу того, что сейчас мы все вернем и ни в коем случае нельзя соглашаться на 15 лет переговоров по Крыму, на то, что мы сейчас там хотим откатить до 24 февраля и вопрос военного освобождения захваченного в 2014 году Луганска и Донецка не стоит. Вот здесь, как вы думаете, могут ли в процессе поменяться наши переговорные позиции на более радикальные? Ну, переговорные позиции, они во многом определяются в данном случае не позицией каких-то оппозиционных сил. В конце концов президент Зеленский сказал, что будет референдум, ратификация и референдум. Поэтому в конечном счете это уже будет решение не политиков, а людей на референдуме. И многим бы вот политикам, которые сейчас не в Киеве, лучше бы в этой ситуации помолчать, а не искать каких-то щелей, щели в политическом здании Украины для того, чтобы напомнить о себе. Напомнить о себе. Не надо. Время придет, и все узнают, кто герой, а кто не очень. Могу так сказать. А кто на этом пытался заработать политические очки. Я считаю, что в этой ситуации это не что иное, а как политическое мародерство. На критике власти, на том, что там за какие-то мнимые зрады начинать тут свою пиарную кампанию по воспоминаниям, для того, чтобы напомнить о себе. Это первое. Второе. Все будет решаться, тоже надо учитывать, что переговоры, это всегда, когда ведутся вот в такой ситуации, это всегда, они определяются и в том числе, а может быть в первую очередь, тем, что происходит на поле боя. Какая будет военная обстановка. Это два. Обстановка на поле боя, она часто определяется военно-техническими факторами. Мы говорили о том, что вот сейчас уже партнеры Украины, ряд государств, членов НАТО, уже готовят эшелоны с тяжелым вооружением, техникой, ударными установками и так далее. Получим мы, это одна история. Нет или недостаточно, это уже другая история. Тогда мы будем определять, исходя из своих национальных интересов, и в том числе, и это будет совместное решение всех, начиная от президента и заканчивая отдельным избирателем, как нам действовать в той или иной ситуации. Продолжать боевые действия или идти на какие-то, искать, скажем, развязки для того, чтобы остановить разрушение дальнейшей, жертвы и так далее. Если будет достаточно вооружения, значит, тогда мы будем продолжать защищать свою территорию, потому что, действительно, смотрите, по переговорам, а по Херсону как? Там стоят же русские войска, что они не останутся или как? Крым, понятно, ну, то есть, масса, масса, скажем так, еще раз говорю, что капитуляцию никто не примет, капитуляцию никто не примет, компромисс, но это референдум, посчитает каждый избиратель будет, гражданин Украины, имеющий право голоса, вот он будет, здесь, ну, скажет свое слово, но пока... Владимир Юрьевич, а что если скажут нет? Вот я просто вот, а что если вот там, не знаю, пункты 15, переговоры по Крыму, а украинский народ говорит, нет, хотим сегодня, и что дальше? Ну, нет, как нет, так, но, во-вторых, референдум уже тоже, власть должна, тоже будет обосновать те или иные, оппозиция там, или политические силы могут дать свои резоны по этим, знаете, по этим проблемам, во всяком случае, хорошего решения, хорошее решение может быть только тогда, когда мы выиграем на поле боя, тогда мы освобождаем территорию, тогда все, они сдаются, это самое лучшее решение, но это военное решение, и до него еще, ну, надо, нам больше техники, больше вооружений, больше давления на Россию, по всем линиям, по всем линиям, там, начиная от ООН и заканчивая, дипломатическая изоляция и заканчивая массированной военной поддержкой. Сейчас, во всяком случае, сейчас про это говорить рано, вот, потому что, говорить рано, потому что, недель, надо еще недели, полторы, неделя-полторы, для того, чтобы понять до конца, какое будет генеральное сражение на востоке и юге Украины, особенно вот там, в районе Славянска-Краматорска, Краматорско-Славянской, там наша большая группировка, так, ну, и вот это, мне кажется, самое главное сегодня. Если говорить о прецедентах, ну, давайте, напомню такую вещь. Курилы, острова Курильской, Южные Курилы, острова Курильской гряды, они были оккупированы Советским Союзом в 45-м году. В 56-м году мирный договор СССР и Япония так и не подписались. Была попытка установить какое-то промежуточное решение, но так оно и не было. Но Япония никогда не признавала Южные Курилы территории России. Читали это территории своих. И более того, возвращение так называемых северных территорий для них, но Южные Курилы для Советского Союза, так, так они называются, для японцев это северные территории Японии. Никогда не признавали, и более того, освобождение, возвращение, реинтеграция, как угодно назвать, территории в Японию, в японское государство, считалось и считается национальной идеей Японии. Но входит в число наиболее значимых национальных задач Японии. Сколько лет прошло, но до сих пор. Но это не признается, это считается в качестве ключевой национальной задачи. Вот предыдущий премьер-министр Рабен, вот, он как раз поклялся на могиле своего отца, что он делает все для того, чтобы вернуть эти территории. Но они пока остаются там. Ну вот тоже, я, не к чему, не к тому, я надеюсь, и уверен, что Крым намного раньше останется, но я просто как бы прецедент такой говорю, что это национальная идея, возвращение территорий, утерянных в результате военной оккупации, военного вторжения, считается национальной идеей. И любой политик, который выступает против, он просто выпиливается, вычеркивается из политического поля. Ну и, кстати говоря, Япония и Советский Союз, а затем и Россия как правоприемник Советского Союза, они не имели мирного договора. У них не было мирного договора. Они как бы продолжали быть в состоянии войны. Мирный договор не был подписан. Но не воевали же они это все время, но в прямую. Торговали. Торговали, инвестиции, кстати говоря, там Сахалин-2, по-моему, разработка газового шельфа Сахалина, СПГ, по-моему, так, жиженый газ. Японцы там участвовали, японский бизнес, на межправительском уровне это было. Ну вот такие есть в истории. Знаете, легких путей не будет по-любому. Это, ну, легких путей не будет. Не наш этот путь, так, не мы это все, говорится, нападали на Россию. Не мы, не хотели мы этого. Не мы этого хотели. Но, с другой стороны, легких путей для того, чтобы вернуть территории, либо военный путем, либо дипломатический, и так далее, конечно же, не будет. Мы сами это увидели. Говоря об этом, сегодня на 42-й, 42-й, да, сегодня день войны. Вадим Юрьевич, еще, если можно коротко, по поводу Приднестровья, да, вот тоже ведь спорная территория, и сейчас пишут о том, что, возможно, Приднестровье будет использоваться как полигон для нападения на Одесскую область, а вот, ну, мы не знаем, будет это или нет, но ожидать ли каких-то действий от Молдовы, и не вот тот ли это волшебное время для этой республики, чтобы освободить полностью свою территорию и присоединить к себе Приднестровье, или же им это вообще не нужно? Ну, пока Санду, вот, ведет осторожную политику по Приднестровью и вообще, вот они как бы, ну, я не знаю, как сейчас после Бучи они там отрееруют, но они, в общем-то, как бы нейтралитет. Каких волзят? Почему? Потому что они не хотели бы сейчас расконсервации конфликтов на своей территории. Потому что 14-ая армия там стоит Приднестровье. Если, ну, Россия эти войска будут направлять на Одессу, я об этом не уверен. Одессу им не взять. Они могут стрелять ракетами, но они не возьмут Одессу. И это уже понятно. Вот. То тогда Молдова выйдет из этого состояния. Тогда придется уже, как бы, становиться исключительно на сторону Украины и не допустить того, чтобы 14-ая армия, так, или Приднестровье, вот оно было втянуто в эту войну. Поэтому, видимо, сам был так и действует. Осторожно, чтобы, ну, ситуация была такой, как она есть. и конфликт Приднестровья и Молдовы не был расконсервирован. Поэтому, кстати, на нее, наверное, поэтому не сильно давят европейцы и так далее, потому что понимают, что может и таким образом это все произойти. Поэтому лучше этого не трогать. А я думаю, что Приднестровье, вот как Беларусь тоже хотели-хотели втянуть, не втянули. Кстати, мы тоже много сделали и предупреждали Лукашенко, что для него это был бы самоубийственный шаг. Ну, да, они территорию предоставляли, но прямо не вступили в войну. Так и здесь, я думаю, будет все-таки. И тем более, что сейчас, ну, на мой взгляд, и так, наверное, есть, я так, по крайней мере, это мое мнение, я так думаю. В России военное руководство, по крайней мере, понимает, что Одессу им не взять. Поэтому нечего трогать и Приднестровье, и 14-го армия. Им не взять Одессу, потому что она хорошо, она хорошо, оборона хорошая, отмобилизованные одесситы, и они думали, что Одесса, это русский мир, и сразу там, как бы, все с точностью наоборот. Может, не с точностью, но все наоборот. Тем более, что как подойти с моря, там, вовремя, и были заминирования, и так далее. Но я знаю, действительно, многих одесситов, они просто, они просто, скажем так, вот, никогда не согласили писать с оккупацией России. Никогда Одессу не сдадут. Это точно знаю. И как и Николаев, как и Николаев, вот, казалось бы, такие все. Херсон, конечно. Да, но, к сожалению, один Херсон, там просто, просто там. Херсон-то не сдался. Ну, совершенно верно, да, но, ну, просто там сразу по морю, с Азовского моря, там уже Херсон, ну, был здесь менее защищен, я так сказал бы. Ну, а Николаев и Одесса сразу показали. Вот, пределы военных возможностей России на этом направлении. Вадим Ильич, ну, давайте, оптимистичная нота, поэтому будем заканчивать, чтобы не зайти куда-то дальше. Да, нет, я считаю, что сейчас наши возможности, военные возможности могут быть усилены. Дипломатические позиции тоже усилены, уже. Дипломатические позиции усилены, и, главное, военные возможности, усилены. Мне так, знаете, кажется, что, ну, Россия хотела бы выйти из войны, потому что они понимают, что не проиграли, и понимают, что могут проиграть больше. Вадим Ильич, спасибо большое. Спасибо. Подписывайтесь на канал Вадима Юрьевича, подписывайтесь обязательно на Политеку онлайн, ставьте лайки, пишите комментарии, я Илья Меделя, с вами прошу.